Бывшие сотрудники гипермаркета «Три кота» оказались в неприятной ситуации. Эту сеть магазинов в Хабаровске закрыли. Персонал попросили уволиться по собственному желанию. Однако выяснилось, что четыре работницы в данный момент беременны, а потому уволить их нельзя. Женщинам до сих пор не отдали трудовые книжки. Почему шли коты из города, выясняла Ирина Забродина. Вот здесь, на улице Суворова, три года назад открылся гипермаркет «Три кота». Вывеска, как видим, до сих пор висит, но вот сам магазин закрыт. Сеть гипермаркетов «Три кота» принадлежит приморчанам. Начали они работать в 2009 году. Открыли гипермаркеты во Владивостоке, Уссурийске, Артеме. В 2015 году пришли на Хабаровский рынок. Планы у руководства тогда были самые грандиозные. Это наш первый пилотный проект, не самый крупный. В дальнейшем мы будем открывать крупные магазины. Это 6-7 тысяч квадратных метров. Именно полноценные гипермаркеты с очень большим количеством непродовольственных товаров. Хабаровчанам тоже понравилось, что на рынке появилась еще одна крупная торговая сеть. Но в начале этого года заволновались многочисленные поставщики. Руководство «Трех котов» перестало выходить с ними на связь и рассчитываться за товар. А потом начали закрываться гипермаркеты во всех городах. Сотрудникам стали предлагать уволиться по собственному желанию. Нам обратились за помощью Дарья и Виктория. Говорят, что остались на произвол судьбы. Вы увольняться не стали? Нет, увольняться не стали по причине беременности, чтобы получить выплаты. Но в итоге получается, что выплат нет кого получать. Статус данной компании неизвестен в принципе. Ни банкрота, ни ликвидации они не объявляли себя. Сейчас без вести пропали. Вы остались и без трудовых книжек, и без каких-то выплат. И получается, стаж у вас сейчас может прерваться. Как мы числимся или не числимся, где наши трудовые, неизвестно. Сколько у вас таких человек? Четверо. Я обращалась в полицию, писала заявление, чтобы мне помогли, как беременной, найти мою трудовую книжку. Мне сказали, полиция вам здесь не поможет, вы не уволенная. Сейчас ни один из магазинов уже не работает. В Владивостоке вывески с котиками сняли, вместо них появился новый бренд Рэйми, владельцы другие. А в Хабаровске народ по привычке все еще идет в три кота. В магазин тоже пришли, да? Как думаете, почему закрылся? Проходимости нет, выручки мало. Я думаю, что неудачное место выбрала. В конкурирующей компании Самбери считают, что дело тут не в расположении торговой точки, а в просчетах руководства. Скорее всего, три кота выбрали некорректную модель управления. Это управление ассортиментом, это работа в торговом зале, это работа с покупателями. Основной уклон у трех котов был цену товара. Такого же мнения придерживаются и на родине предприниматели. У трех котов три учредителя, один из которых Сергей Богдан долгое время возглавлял банк Приморья. Возможно, это и обеспечивало трем котам льготное кредитование. Поэтому и смогли они так быстро расшириться и демпинговать ценами. Но потом Сергей Богдан пост потерял. Финансовую стабильность, видимо, тоже. Сейчас те, кто поставлял товар трем котам, массово обращаются в суды и полицию. Потому что считают, что предприятие, столь стремительно свернувшее деятельность, ведет нечестную игру. Уже известно, что заложенная в банках недвижимость и взятая в лизинг дорогостоящие оборудование исчезла. У сотрудников, которые пострадали от трех котов, пока выход только один – обращаться в прокуратуру и трудовую инспекцию. Ирина Забродина, Станислав Михайлов, телекомпания «Губерния».